Всем привет! Вы на канале Белая Рысь. Для начала хочу напомнить о двух предыдущих роликах, на которые ютуб повесил ограничения и их увидело бессовестно мало людей. Первый ролик про то, как развлекаются наши полицейские. Ролик воспринят был неоднозначно. Кто-то писал, что полиция от безделья не знает чем заняться. Другие писали, что молодцы полицейские знатно протролили своих коллег. Второй ролик про то, как втихаря пытаются все хорошее, которое у нас еще есть в конституции, из нее вытравить. У нас прав и так мало, еще и эти отобрать хотят. Почему эти ролики притормаживали, если честно, я не понимаю. Наверное посчитали, что качество контента недостойно скрипоносного ютуба. Тут я согласен, наверное можно было пожестче чек написать, мол оборзели в конец и все такое. Теперь про сегодняшнюю тему. Как все уже давно привыкли, бешеный принтер в нашей стране усиленно пытается запретить все, что еще не запрещено. А что запрещено, ужесточить. Почему так происходит? Ну а всем ведь пофиг. Ну серьезно. Ведь кого ни спроси, не интересуется ни политикой, ни внутренней жизнью страны. Никому ничего не нужно. Ну а когда можно безнаказанно из народа вить веревки, то почему бы их и не вить? Есть такое выражение, если ты не интересуешься внутренней политикой, то рано или поздно она заинтересуется тобой. Какие же новшества готовит нам будущий год? Что нам еще запретят? О части запретов я уже рассказывал ранее, но бешеный принтер на то и бешеный, что за всеми новшествами не успеть. Итак, 12 новых запретов, которые нас ждут. Поехали. Запрет на анонимный интернет. С 1 января 2020 года вступает в силу поправки к закону об информации и кодексе административных правонарушений. Пользователи интернета обязут использовать при регистрации свои реальные имена. Регистрация настоящих имен будет производиться по номеру мобильного телефона, который привязан к личным данным абонента. Запрет будет распространяться на все интернет-платформы, на которых зарегистрировано более 100 тысяч человек. Другими словами, если вы хотите зарегистрироваться в социальной сети или оставлять комментарии на сайтах крупных СМИ, вам будет необходимо подтвердить свое реальное имя. Ну а что вы хотели? Вокруг враги и власть боится. Большой брат следит за тобой и сосчитать нужно всех, как в любом нормальном лагере. Согласны? Газели во дворе. Запрет на парковку коммерческого транспорта во дворах. С 1 января 2020 года по приказу Минтранса номер 199 от 17 мая 2018 года запрещается парковать в жилых дворах газели и другие фургоны, бычки, фуры и другой коммерческий транспорт, включая легковые автомобили такси. Закон распространяется не только на коммерческий транспорт фирм или организаций, но и на частных лиц. Исключение сделано только для пассажирских микроавтобусов, принадлежащих физическим лицам. Правда, не очень понятно, как будут обстоять дела с кошеринг автомобилями, ведь они тоже являются коммерческим транспортом. Но ведь это не важно. У нас ведь вначале закон принимают, а потом уже думают, как его воплощать в жизнь. Ну а пока думают, собирают штрафы с тех, кто зазевался. Запрет эксплуатации новых автомобилей без номерных знаков. С 1 января 2020 года новые автомобили запрещено эксплуатировать без номерных знаков. С 1 января автомобиль можно будет поставить на учет не только в ГИБДД, но и прямо в автосалоне. На сегодняшний день, после покупки нового авто, у владельца есть 10 дней для постановки его на учет. Соответственно, в течение 10 дней можно ездить без номеров. Запрет распространяется только на новые автомобили, купленные в автосалоне. Опять же, не очень понятно, как данная норма будет действовать в свете того, что госномера опять будут выдавать с привязкой к коду региона согласно прописке собственника транспортного средства. Это может затруднить покупку нового автомобиля в другом регионе. Но кого это когда останавливало? В бюджете, как всегда, не хватает денег. Денег, как известно, нет. И нужно их где-то брать. Не прогрессивный же налог вводить из-за выросших аппетитов. Гораздо проще обвирать владельцев новеньких авто. Раз есть деньги на машину, найдется деньги и на штрафы. Запрет автобусов старше 10 лет. С 30 июня 2020 года запрещается перевозка групп детей до 18 лет автобусами старше 10 лет. Определение автобус в четком виде и правилах не предоставлено. Вероятно, этот вопрос будет доработан до 30 июня. В соответствии с методическими рекомендациями и приказами Минтранса, автобусом считается транспортное средство, имеющее 8 и более посадочных мест для пассажиров. Опять, закон приняли, а доработать забыли. Но тут я считаю, что, наверное, детей все же нужно перевозить на нормальном транспорте. И в данном случае закон неплохой, хотя и нафиг никому не нужный. И направленный в основном на выявление нарушений и опять же на стрижку овец. Запрет на ввоз праворульных авто. С 1 июля 2020 года полностью запрещается ввоз праворульных машин с количеством посадочных мест более 8. Самосвалов, спецтехники, грузовиков и рефрижераторов. Ввоз легковых автомобилей с правым рулем существенно усложнен. В 2009 году были опубликованы официальные данные со ссылкой на информационное агентство «Автостат», согласно которым праворульные автомобили попадают в аварии гораздо чаще леворульных машин. Есть даже конкретные цифры. По словам директора Департамента автомобильной промышленности и сельскохозяйственного машиностроения Минпромторга России Алексея Рахманова, автомобили с правым рулем в два раза чаще попадают в ДТП. Если среди 10 тысяч леворульных машин ежегодно происходит 57 аварий с жертвами, то среди праворульных автомобилей их случается 101,5. Цена вопроса – 3200 погибших и 30545 раненых в год. То есть за каждое рабочее место импортеров, праворучек, за 10 лет мы заплатили одной человеческой жизнью. Многовато, заявляет товарищ Рахманов. Теперь начинаем считать. В 2008 году в стране в ДТП погибло 29 900 человек. Товарищ Рахманов утверждает, что из-за правого руля гибнет 3200 человек ежегодно. Получается, что остальные 26 700 погибли в максимально безопасных автомобилях с левым рулем. При этом он полагает, что автомобили с правым рулем в два раза чаще попадают в ДТП. За 2008 год в России произошло 218 тысяч ДТП. То есть в два раза чаще, попадая в аварии, в праворульных машинах погибает каждый 45-й, а в нормальных и безопасных леворульных машинах каждый третий. Следовательно, японки в 15 раз безопаснее нормальных машин. Тогда непонятно, почему их надо запрещать. Наоборот, запрещать надо машины с левым рулем. Ведь именно они в два раза реже, попадая в аварии, убили 26 700 человек. А праворуки японский секонд-хенд пора включать в федеральную целевую программу безопасности дорожного движения, как основной способ спасения людей на наших дорогах. К сожалению, я не нашел данных за последние годы, но мне кажется, что вряд ли в процентном отношении за 10 лет что-то поменялось. Запрет на рыбалку без разрешения. С 1 января 2020 года вступает в полную силу 475-й федеральный закон о любительском рыболовстве, согласно которому перед походом на рыбалку необходимо будет оформить именное разрешение. Новыми правилами устанавливаются ограничения по количеству и виду выловленных рыб. Нормы устанавливаются в каждом регионе страны индивидуально. Выдавать разрешение будут органы, Росрыболовство и другие уполномоченные органы. Надеюсь, никому не нужно объяснять, кто нагреет руки на этом законе и против кого он направлен. Ну, конечно же, против браконьеров, вылавливающих рыбу в промышленных масштабах. Идем дальше. Запрет коллекторам на взыскание долгов ЖКХ. Про данный закон я рассказывал в одном из своих роликов ранее, но до полного набора повторю. Законом вводится прямой запрет на передачу коллекторам долгов граждан за услуги жилищно-коммунального хозяйства. Уступка права по взысканию просроченной задолженности граждан за услуги ЖКХ станет возможна только для профессиональных участников рынка жилищно-коммунальных услуг, управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК или ресурсоснабжающей организации. Закон призван защитить граждан от произвола коллекторских агентств. Что касается меня, я считаю, что в коллекторские агентства нормальный человек не может идти работать. Туда идут либо садисты, которым нравится измываться над другими людьми, либо обиженные, которых в школе лупили и теперь они мстят за свое несчастное горькое детство. И я за любой закон, где коллекторов будут ограничивать в их возможностях и правах. То есть я считаю данный закон полезным. Если вы со мной согласны, напишите в комментариях и ваш лайк ролику будет тому подтверждением. Запрет размещения хостелов и гостиниц в жилых помещениях. С 1 октября 2019 года запрещено размещение хостелов и гостиниц в жилых помещениях и многоквартирных домах. Помещение под гостиницу необходимо будет переводить в нежилой фонд. Если честно, то сама формулировка как-то противоречит здравому смыслу. Помещение, в котором живут люди, пусть даже временно, нужно переводить в нежилой фонд. Что же это тогда? Подсобное помещение? Производственное? Или жильцов теперь будут считать за скот? Кто-то скажет, ведь они деньги зарабатывают. Да, зарабатывают, но они и налоги платят. Ну а тех, кто не платит и переводить свою жилплощадь в нежилое тоже не станет. Хотя, конечно, мотив законотворцев понятен. С нежилого помещения можно стричь больше бабла. Ведь за коммунальные услуги и платить с нежилого придется больше. Все ради бабла, как всегда. Когда они уже нажрутся, непонятно. Запрет на взыскание долгов со средств, полученных по социальным выплатам. С 1 июня 2020 года закон запрещает судебным приставам взыскивать долги со средств материнского капитала, выплат на детей, пенсии, выплат пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, выплат полученных за причинение вреда имуществу или здоровью и другие единовременные и компенсационные выплаты. На данный момент непонятно, каким образом будут разграничиваться средства, если, допустим, 10 тысяч получено в качестве пособия, а еще 10 тысяч поступило переводом от физического лица. Если должник потратит 10 тысяч, возникнут проблемы с определением, какие именно средства он потратил. Хотя почему непонятно? Все понятно, взыскивать будут как выгодно приставам, а потом доказывая в судах, что ты не верблюд. На мой взгляд, это просто псевдозабота, которая на практике ничего не поменяет. Запрет залога жилья под микрозаймы. Про этот закон я уже тоже рассказывал. С 1 ноября 2019 года микрофинансовым организациям запрещено выдавать потребительские кредиты под залог недвижимости. Взять кредит под залог квартиры будет все-таки можно, но только в банковской организации. Проценты и штрафы по займам до года с 1 июля не могут превышать долг более чем вдвое. Теперь заемщик, взявший в долг, например, 10 тысяч рублей, отдаст не более 30 тысяч рублей. С 1 января 2020 года проценты и иные платежи по займам не смогут превышать долг более чем в полтора раза. Не, ну закон правильный и ростовщичество это зло, с которым нужно бороться всеми возможными законными способами. Запрет на распространение дезинформации или как его еще называют закон о фейковых новостях. Закон уже работает в полную силу, но считаю напомнить о нем стоит. Он запрещает распространение в интернете и средствах массовой информации недостоверной общественно значимой информации, подаваемой под видом достоверных сообщений и создающих угрозы для безопасности граждан и правопорядка. За распространение фейковых новостей предусмотрены штрафы от 30 тысяч до полутора миллионов рублей, в случае если дезинформация привела к гибели человека или массовым беспорядкам. В сетевых изданиях материалы с фейковыми новостями могут быть заблокированы Роскомнадзором на основании решения генпрокурора Российской Федерации или его заместителей. В случае если редакция сама после получения соответствующего уведомления материал не удалит. Только хочу еще пояснить, что этот закон касается всех, кроме традиционных средств массовой информации, то есть имеющих лицензию либо свидетельство, которые были выведены из-под действия закона о блокировке фейковой информации. Дело в том, что предполагалось дополнить статью 4 закона о СМИ положением о недопустимости распространения фейков, а повторное нарушение в течение года положение этой статьи влечет в прекращение деятельности организации. При рассмотрении во втором чтении Госдума решила, что это наказание слишком уж суровое. Вот такие у нас двойные стандарты. Одним нельзя врать, а другим можно на законных основаниях. Главное иметь лицензию. А кому у нас выдают лицензию? Естественно, средствам массовой информации, которые поют то, что нужно петь. Остальным никакая лицензия и не светит. Запрет контактных зоопарков. С 1 января 2020 года вступают в силу новые положения закона об обращении с животными. Фактически это означает практически полный запрет на организацию контактных зоопарков. Работа контактного зоопарка будет возможна только, если контактный зоопарк сменит вывеску на обычный зоопарк и будет располагаться в отдельном здании или на отдельной территории, а также оборудуют места для животных, недоступные для человека. Но тут, наверное, закон нужный. Я понимаю, что детей нужно приучать любить животных и самый, наверное, лучший способ это контакт с этими животными. Но только если это безопасно. Я понимаю, когда ребенку разрешили погладить уточку или зайчика, хотя заяц тоже палец отгрызть может при желании. Но контакты с такими животными, как медведи, львы, слоны и тому подобное, скорее всего, безопасными считаться не могут, в принципе. Разве что, если эти животные не будут под транквилизаторами в этот момент, что тоже считаю издевательством. Продолжение следует... Продолжение следует... Вот такие новости. Ну а теперь рекомендую перейти по ссылкам в описании к тем роликам, про которые я рассказывал вначале. Не пожалеете. Спасибо за лайк этому ролику и несколько комментариев. Именно благодаря лайкам этот ролик заметят и другие зрители. А благодаря комментариям он будет продвинут в рейтинге. Подписывайтесь на канал и вы будете в курсе того, что не очень любят афишировать по федеральным каналам. А на сегодня все. С вами был канал Белая Рысь. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...